Вселенную Warhammer проще всего описать словами брутальная, готическая, технофэнтезийная и очень-очень-очень пафосная антиутопия. В этом мире люди разговаривают на готике, просто чтобы уровень пафоса уже начинал нарастать. Чиновники разговаривают на высоком готике. Готик — это язык, отдаленно напоминающий латынь. Ну что ж, начнем. Я, попытавшись подготовить доклад о Warhammer на 15 минут, я понял, что нужно хитрить. И хитрость заключается в том, что я рассказываю не о Warhammer 40 тысяч, а об эстетике этого сеттинга. Потому что рассказывать даже об одной фракции из Вселенной, которая описывается только художественной литературой за сотню книг, нереально. Поэтому мы будем говорить именно об эстетике. И когда я буду рассказывать о чем-либо, попытайтесь ответить себе на вопрос или просто в очередной раз отметьте, как хорошо и отлично в очередной раз авторы сеттинга вписали в это нечто гиперболизацию и пафос. Так вот, если в этой Вселенной есть у человечества империя, то она называется империум. И этот империум занимает весь Млечный Путь. Весь Млечный Путь — это миллионы обитаемых планет, это неисчислимые миллиарды населения. И еще больше миров, которые еще не оккупированы, не найдены, потеряны, забыты. Этой Вселенной уже 40 тысяч лет от нас. А так, конечно, она еще больше живет. Стержнем сеттинга являются некие готические нотки. И, как я уже говорил, некая гиперболизация. Если люди в этой Вселенной что-то строят, они строят огромные здания. А если они строят город, этот город занимает целый континент или даже целую планету. Место для жительства, для жизни гиперболизировалось в мир улей. Мир улей — это огромный конгломерат, массив жилых зданий, в верхнем уровне которых живет знать и живет в относительном спокойствии и благоденствии. На средних уровнях таких миров неисчислимые миллионы населения производят что-то во благо империума. А на нижних уровнях, так называемом подулье, возможно, за всю свою жизнь, не увидев света своей звезды, живут всякие мутанты и прочие отребья. Если в этом мире что-то производит технику, то это что-то, это мир кузнеца. Целый мир, полностью посвященный производству огромных человекоподобных роботов, танков, механодиндритов, прочих элементов стимпанка, если можно так сказать. Есть еще много разных миров, но в принципе суть вы должны были понять. Это некая гиперболизированная функция и пафос. Здесь представлен имперский собор, конкретно этот находится на святой Терре, но в принципе есть миры святыни, которые просто заточены на паломничество и на моление. Аграрные миры, где производят еду для остальных миров. Миры смерти, где люди живут в невыносимых условиях и тем самым заряжаются для войны. Войны, которая вообще нисходит из мыслей и слов людей в Вархаммере. Хорошо прописанная история этого мира начинается примерно в 30-м тысячелетии. В этот момент империум в самом своем расцвете был ввергнут в пучину гражданской войны, расколот пополам. Всемогущий император человечества в поединке со своим любимым сыном Хорусом был смертельно ранен и помещен в золотой трон. С тех пор он ни жив, ни мертв. И по легендам он, конечно же, думает обо всех нас, но на самом деле нет никаких доказательств этому, и многие считают, что он на самом деле мертв. Почему случилась гражданская война? Потому что во вселенной Вархаммера за магию отвечает варп, силы хаоса. Варп — это имматериум. Имматериум — это конгломерат страданий, желаний, чаяний, чего угодно, живых существ. И когда очень много живых существ думают, страдают, желают в унисон, в варпе, этот конгломерат желаний оформляется в некие мыслящие сущности. Пока что принято считать, что есть четыре бога хаоса. Хорн — это бог войны, крови. Нургл — это бог разложения и безысходности. Цинч — бог знания, магии. И Сланеш — бог чувственного наслаждения. Звучит это все красиво, но на самом деле это страшно, это же Вархаммер. Все было бы неплохо, если бы они жили в варпе и никого не трогали, но человечеству варп нужен для того, чтобы осуществлять межзвездные перелеты, потому что в обычной вселенной мы ограничены скоростью света. В варпе мы можем перемещаться гораздо быстрее, но открывая себя ужасом варпа и потенциально открывая себя той порче, которую варп несет с собой. Как вы заметили, корабли во вселенной Вархаммера, естественно, огромны, пафосны. На момент выхода серии, а это был 1987 год, эти корабли были, наверное, самыми большими кораблями в фантастических вселенных от 7 километров до 15 километров. На текущий момент их уже другие вселенные догнали по размерам, но не по пафосу, потому что корабли в виде готических соборов, которые через ужас и варпа ведут адепты навис навитые, и они там иногда теряются, это очень пафосно и эрго хорошо. Мир Вархаммер — это постоянная война. Для войны нужны войска. Войска самой большой военной силой империума в Вархаммере является астро-милитарум. Это полки имперской гвардии. Поскольку мы говорим об эстетике, то нужно заметить о том, что с точки зрения эстетики полки все между собой отличаются. Они могут быть как немного футуристичны, как на наш современный взгляд, типа кодианских войск. Они могут быть архаичны, как вастроянские первенцы. При этом надо опять же заметить, что несмотря на то, что они набраны со своей планеты, они там в кафтанах, меховых шапках, еще что-то, у них у всех есть лазганы, реактивные пистолеты. Силовой брони у них нет, но у них есть возможность использования силового оружия. Между футуристичными архаичными полками есть полки на любой вкус и цвет, которые могут напоминать, вот, допустим, корпуса смерти Крига, чем-то напоминают войска Германии Первой мировой войны. Стальные легионы Армагеддона, это уже больше похоже на Вторую мировую войну. Но визитной карточкой мира является, естественно, космодесант. Космодесант — это генетически модифицированные солдаты, специально созданные для войны. Они верны империуму, и они защищают его, держа в одной руке болтерный пистолет, во второй пила меч, и, естественно, они все нереально пафосные. Космодесант делится на ордена. Каждый орден, опять же, с точки зрения эстетики, имеет свой уникальный вид, свой уникальный... Да все, все уникальное. Некоторые из них напоминают тамплиеров, некоторые напоминают каких-то рыцарей богатой средневековой Европы. Для всех, конечно же, для всех из них жизнь — это ежедневный подвиг. Есть плюс-минус нормальные футуристические десантники, которые тем самым выделяются очень сильно на общем фоне. Серый рыцарь — это спецназ Орда Малиус, спецназ космического десанта, который охотится на демонов варпа. Отличительной их особенностью является силовая броня дредноута, так называемая повышенной крепости, и использование силового оружия. Вы видите, вот они светят, психо-силового оружия. Они через это оружие могут поражать демонов силой мысли. Если вы думаете, что умереть для космодесантника это означает закончить свой путь, служение императору, то вы ошибаетесь. Вот вы видите шагающий, сильно бронированный и сильно вооруженный саркофаг, в котором космические, особо отличившиеся и особо верные космодесантники могут продолжить свой вечный бой даже за гранью смерти. Еще одна милитаризированная фракция Вархаммер 40 тысяч — это Адептас Сараритас, это сестры битвы. Они отвечают в мире Вархаммера за продвижение имперских истин кодекс империалис и они несут эти истины с болтерным оружием и механизированными пилами-мечами. Хаоситы. Одной из опасностей опасностей, с которыми сталкивается империум, это хаоситы. Те самые космодесантники, которые во время гражданской войны 10 тысяч лет назад встали на сторону Хоруса и откололись от империума. На текущий момент они не защищают империум, они не должны за него сражаться, но они сражаются. Адепты Кхорна, десантники, которые посвятили себя богу войны, они ищут крови, черепов и лютой смерти, что подвинют их к их богу. Адепты Дзинча ищут, воюют в поисках нового знания и они очень заряжены на получение новых заклинаний, нового знания и вырезать целый мир для того, чтобы заполучить какой-то новый артефакт или какую-то книгу из библиотеки для них вполне нормально. Адепты Нургла презревают плоть как чужую, так и свою. Их броня еле удерживает их вздуши от отравы тела. Их жизнь в общем тоже направлена на служение естественно своему богу, что включает в себя разбрасывание ядовитых веществ, отравление и убийство мирного населения. Есть еще адепты хаоса неделимого. Это для тех, кто решил, что поклоняться какому-либо богу единолично недостойно, они тогда записываются в поклонение всему хаосу. Для того, чтобы в Архаммере постоянно на тех самых миллионах миров не затихали войны, одних только хаоситов мало. Поэтому во Вселенной нужны еще ксеносы. Ксеносы это инопланетные расы, которые не прочь повоевать. И первые, и наверное самые древние из них это некроны. Некроны по эстетике это в общем нежить, скелетообразные тела из живого металла, оборванные хламиды на телах все очень похоже на некие древние древних скелетов. Но технологически это очень продвинутая раса и империум от уничтожения в принципе удерживает только недостаточное количество некронов. Также в сеттинге присутствуют Эльдары. Эльдары это космические эльфы, которые как и всем знакомые вам эльфы дико эстетичны, возвышены, очень быстры. Они прекрасные маги. Их технология в отличие от имперских технологий, они все очень угловаты, грубы. Технологии Ильдар напоминают то будущее, которое я хотел бы увидеть в нашем мире. Их броня настолько крепка броня космодесанта, но при этом она гораздо эстетичнее смотрится и не стесняет движений. Ильдары есть не только хорошие Ильдары, есть еще темные Ильдары. Темные Ильдары это наверное самая злая фракция Вархаммер 40 тысяч. Они живут за счет боли и страдания других существ. Но нет худа без добра это в принципе единственная фракция, которая имеет женскую открытую броню. Стиль боя и стиль войны этой фракции в принципе основан на их жизненном кредо. Нужно причинять страдания. Соответственно они пытаются максимально быстро сблизиться и максимально больно убить или поработить своего пленника. И конечно же они непревзойденные маги. Они знают как использовать силы варпа. Любая фэнтези даже технофэнтези не может обойтись без орков. Вархаммер 40 тысяч не исключение. Какая-то неведомая раса миллионы лет назад сотворила специально разработанный для войны гибрид гуманоида и грибов. Сама раса сгинула в мрачном будущем, а орки ведут свою бесконечную войну. Их технологии и их одежда нарочито аляповаты, они визуально невозможны, но при этом та раса, которая создавала орков, наделила их таким свойством, как генерирование психического поля, которое поддерживает те самые технологии, которые визуально невозможны в рабочем состоянии. Настолько долго, насколько орк верит в то, что эти технологии должны работать. Раса тиранидов появилась достаточно недавно по времени Вархаммера. Они перемещаются с краев Млечного Пути и пожирают биомассу. Это цивилизация, если можно это слово применить к виду, суть которого сводится к тому, к тотальной войне за возможность поглотить биомассу. Это роевые существа, у которых есть некий мегамозг, который управляет отдельными юнитами. Эти юниты, как муравьи, подчинены общей цели. Они могут подстраиваться под природные условия. И когда они прилетают на планету, вот они в чистом виде, оставляют каменный шарик. Всю остальную биомассу они поглощают и используют для построения новых и новых и новых И еще есть раса Тау. Это наверное самая технологически продвинутая раса, потому что она не древняя относительно всех остальных. Всего лишь за 6000 лет они развились до технологий, которые способны защитить их от хаоситов, имперцев, эльдаров, некронов, тиранидов. И они успешно продвигают идею всеобщего блага. Делают они это визуально менее экспрессивно, но по сути не менее пафосно, чем все остальные фракции. И тут наверное рассказ про эстетику сеттинга можно заканчивать. Единственное, что хотелось бы добавить, что в лекцию об эстетике Warhammer 40 тысяч не вошло еще два аспекта. Аспект самого реального мира, в котором люди играют в игру, люди раскрашивают фигурки, а в эту игру играют настольными солдатиками, фигурками, которые раскрашиваются каждый вручную, раскрашиваются элементы дизайна. В общем, это отдельная песня. Люди поют песни, сочиняют песни, люди пишут книги, написано тонны литературы, как официальной, так и неофициальной по Warhammer 40 тысяч. И второй аспект, который не вошел в эту лекцию, но я себе позволил ставить одну единственную картинку, это эстетика Warhammer в этих ваших интернетах, потому что вселенная настолько пафосная, что это не могло не родить миллиард мемов, цитат, картинок, антипафосные комиксы, и про это можно рассказывать очень долго, но не в эти 15 минут. Наш классический спрашивающий. Скажите, пожалуйста, представьте себе, Space Marine с пиломечом в силовой броне на планету высаживается, и тут ему захотелось почесаться, что он будет делать? Он не захочет чесаться, это же Space Marine, он заточен на войну, он генетически модифицирован так, чтобы у него не было желаний, которые отвлекают его от войны. Конечно. А как насчет космодесантников, которые служат Богу чувственных наслаждений? Космодесантники? Как они размножаются? Значит, вопрос номер один. Космодесантники, которые служат Богу чувственных наслаждений, побывали по разным легендам, то ли в реальности, то ли в своем воображении, во дворце наслаждений Слаанеша, и после этого ничто, кроме криков умирающих, лязга оружия и взрывов не может доставить им хоть какой-либо эмоции. Отсюда они идут сражаться. Как размножаются кто? Космодесантники? Так. Практически. Сейчас. Значит, Размножение космодесантников это серьезный технологический процесс, который включает в себя отбор кандидатов, вышкал их. Потом имплантирование им 19 дополнительных органов, таких как третье легкое, второе сердце, специальная кожа, которая позволяет взаимодействовать с силовой броней так, чтобы она не сковала твои движения. Там куча гланды, которые позволяют распознавать яды и все такое прочее. Это долгий и опасный процесс, не все выживают, но вот примерно так это и происходит. при этом надо отдать должное космодесантам не хаоса и даже хаоса. Это всегда осознанный выбор человека, то есть космодесантники империума это делают потому, что так надо, космодесантники хаоса это делают потому, что это престижно. А у меня такой вопрос. Вот любители пони, они собираются на такие вот фестивали, где они дружат, а поклонники Вархаммера они собираются на какие-то фестивали, где они там морды друг другу чистят, там я не знаю, как-то давлеют друг на другом. Есть ли вот такие фестивали? Это зависит от фракции, но скорее всего они собираются на другие фестивали, объявляют их ересью и производят экстреминатус. А может такой интересный вопрос, а где можно такую кофточку достать? Вот такую или вот такую? которая на вас? Ну я лично например в понедельник взял в интернете две картинки вот эту и вот эту и сделал себе две вот таких кофточки. Отлично, я тоже так подумала, спасибо. Ну я переодеться могу. Да, вот, слава императору. В общем, представьте на секундочку такую ситуацию. вы спейс-марин каждый день превозмогаете, превозмогаете, и вот вам надоело превозмогать. И к какому богу хаоса лучше обратиться, чтобы так перестать превозмогать и получать удовольствие от этого? спасибо. Любой из богов хаоса обещает некое удовольствие либо интеллектуальное, либо прочее, поэтому это зависит от ваших природных склонностей. Лично мне близок дзинч. Босс, у меня есть вопрос. Вообще в таком огромном фандоме, как Warhammer, стоит ли ожидать какое-нибудь глобальное развитие, типа появление пятого бога, не знаю, черно-белого может быть, а может быть императора, не знаю, там, ну и вообще каких-нибудь глобальных изменений. Конечно. Потому что последний кодекс очень не радует. Начнем с того, что в принципе Games Workshop авторы Warhammer не такие уж закостеневшие ребята. Они недавно устроили конец времен в фэнтезийном Warhammer. По последним кодексам в золотом троне обнаружены неустранимые неполадки. Скорее всего император таки умрет, а если он умрет, то исходя из логики сеттинга он должен превратиться в бога хаоса. Скорее всего это будет какой-нибудь бог порядка или еще что-нибудь, что сделает этот мир еще хуже, еще печальней. Но вообще на самом деле есть некие подвижки к тому, что что-то должно поменяться, потому что действительно император должен умереть, астрономикон возможно будет гаснуть, возможно нет, и со стороны тиранидов вот та небольшая разведка, которая сейчас была, скорее всего будут подходить основные силы. У меня такой вопрос, значит, с одних посиделок с техномагами у нас возникла некая задача напоить дредноута, но дредноута мы напоили, вот теперь вопрос, что делать с пьяным дредноутом? это же зависит от целей, то есть что вы хотели получить? В обычном мире дредноута выключают, если не хотят, чтобы он там всем навалял, если уже не его напоили, то наверняка они хотели выпустить его куда-нибудь и посмотреть на все эти разрушения, которые он сделает. То есть вы считаете это ересь? Почему ересь? Да, танкред вполне себе должен набираться. Редактор субтитров Корректор А.Егорова